Всем привет! Меня зовут Арина Вискера. И так бывает, что иногда у вас накануне была очень классная вечеринка, а на следующий день нужно привести себя в норму. Каким образом мы с вами это будем делать, что это будет за формат, вы сейчас увидите. Но для начала нужно привести себя в норму по-человечески. Итак, вы спросите, почему я сегодня не тестирую косметику дома на фоне черной стены? Да потому что заебала и хочется чего-то новенького. Поэтому сегодня я буду краситься и приводить себя в норму, превращаясь в чудовище в человека в Кадиллоке Девиль 63-го года. Этот автомобиль снимался в клипе Voyage, и именно этим будет вдохновлен сегодняшний макияж. И в целом, мне кажется, вдохновлено все мое поведение. Эти тачки начали выпускать в 49-м году, и как гласит легенда, и изначально они выглядели совсем иначе. Там была жесткая крыша, по идее заботливого инженера, который не хотел, чтобы у его жены растрепывались волосы. И дальше General Motors, выпускайте автомобили, меняли вид внешний и внутренний каждый год. Что очень круто, когда мы говорим о текущем массовом производстве, потому что тогда знали толк в стиле, в качестве и не жалели на это денег. Сегодня со мной Женя, который будет меня катать, пока я буду бухать и краситься. Поэтому нахуя мне ваш Voyage? Погнали, Женя! Итак, если вчера была вечериночка в Voyage, и все было классно, а сегодня нужно продолжать выглядеть хорошо, то, во-первых, скорее всего, с утра вы уже немножечко похмелились и продолжили, так что тут точно не надо останавливаться, это только на руку. Во-вторых, поверьте мне на слово, тональных лежать нормально уже не будет, потому что не надо бухать, кожа становится обезвоженная. А в макияже нам потребуется максимальная разнузданность. У меня уже есть тон, бронзер, все-все-все. Сейчас мы с вами будем делать яркий, блестящий макияж глаз, потому что Voyage. И губы. Я не знаю, как я на ходу буду красить губы темной помадой, но вы это увидите. Соответственно, я уже задала форму, палеточка Mark Jacobs, летняя коллекция, золото, блестяшки, и еще сверху буду наносить тени от Мак Жидкие. Сейчас пока нужно, как всегда, углубить форму, потому что, когда вы бухали, у вас глазки узенькие, щелочки, поэтому нужно их приоткрыть. Отдельно хочется передать привет Москве, погоде и всему остальному, потому что я не вижу, как я растушевываю, но вы потом в комментах оцените. Также предлагаю придумать смешной хэштег, чтобы ответить на вопрос, из какого места я достаю кисти для глаз. Ну, опять-таки, для тех, кто давно меня смотрит, все знают, какую кисть я ищу, не нахожу сразу, но ничего. Воспользуюсь светофорной ситуацией, затемню глаз. Не нравится мне эта кисточка. Еще будьте готовы, когда вы ведете себя раскованно, классно краситесь в красной машине, какие-то странные ослы будут вас сбоку снимать. Продолжим. В целом, конечно, для любой девушки, которая привыкла краситься, ничего страшного в том, чтобы краситься в машине на ходу, нет. Но все-таки некоторые девушки умные, поэтому, когда они садятся в такси и красятся, они не берут с собой тубус с кистями и сложные в работе продукты. Ну, я буду пользоваться каждым мотивом светофором. Но сейчас, как показывает практика, светофор пользуется мной, потому что солнце светит так, что я ни хера не вижу. Чистая растушевочная кисть спасет, если вы криворукая и кривожопая, как я. Для того, чтобы не делать очень сложно, берете жидкие тени и фигачьте их везде, где предполагалась красота. И это отвлечет внимание от вашего достаточно бухого вида. Знаете, это называется «Меня зовут Арина Вискера», и я решила провести тест, подбухивая ром прямо сейчас. У нас с вами есть сухие тени Марк Джейкобс. Берем пальчиком, сравним сейчас жидкие и сухие. Разница очевидна. Если бы кто-то мне сейчас позволил, я бы предложила снять свотч, который я сделала на ноге. В общем, будем наслаивать тени до позеленения. А когда они подсохнут, можно будет нанести сухие растушевка. Прямо сейчас надоело красить глаза, и нужно подождать, когда застынут жидкие тени. Поэтому мы с вами переходим к самому страшному в сегодняшнем процессе нанесения макияжа. А именно, мы сейчас с вами будем рисовать контур губ. Велика вероятность того, что мы не то чтобы выйдем за контурок, мы уедем за пределы лица. Надеюсь, все кочки Москвы сейчас будут с нами заодно. Такое ощущение, что сейчас дороги Москвы и Евгений просто решили жалость. Жалость проявить в мою сторону, и пока у меня получается неплохо обвести контур губ. Я чувствую это ненадолго. В общем, главный секрет, нужно двигаться плавно и маленькими штришками. Если вы решите, что вы классные, можете в одно движение обвести губы, вы лошара. Переходим к помаде. Переходим к помаде. Джеффри Стар, No Tino Shade. Потому что нужно отвлечь внимание от того, что вы все еще пьяная. Пусть смотрят на ваш рот и на глаза. Ну, я же говорила, что мы выйдем за контурок. О, вижу трамвайные пути, это было бы весело. Ну, что я могу сказать про жидкие тени Мак? Я ими недовольна. Поэтому мы с вами берем сейчас плоскую кисть и начинаем наносить тени Марк Джейкобс плоской кистью по вверх. И вот оно. Вот он, Voyage. Обидно, знаете, 1700 рублей. Теперь самое важное. Потушевать то, что вокруг золотого. Спасибо, что мы не на солнышке. Господи, я даже вижу, что я делаю. Второе самое прикольное, что можно сделать на ходу, из того, что мы с вами уже сделали, это накрасить нижнюю границу века и не выколоть себе глазик. Если что, запомните меня двуглазой. Тени имеют свойство немножечко осыпаться, поэтому не забудьте иметь при себе пушистую кисть, чтобы смахнуть то, что у вас нападало. Как страшно жить! Хайлайтер. Вы спросите, куда хайлайтер? Губы и так уже активные, глаза активные. Мы отвлекаем внимание от запаха изо рта, я напоминаю. Поэтому мы берем вот что-то такое и херачим хайлайтер. Хайлайтер Джеффри Старр можно передать ему сейчас мне привет за его потрясающие, вдохновляющие видео. И взять еще один оттенок хайлайтера, нанести его в уголок глаза. Мне же не страшно наносить ничего в глаза на ходу. Нет, страшно. Ладно. Я ж могла. Я могу. Я смогла. Сейчас вот я думаю на том, что получается на ходу и какие говно тени мак, я сейчас точно прибухну. Привет. Ну и давайте еще нанесем немножечко под бровь. Мало блеска. Совсем чуть-чуть. Я сейчас чувствую себя не то что трансухой на выгуле, а человеком, который совесть и печень пробухал лет 10 назад. Что недалеко от правды. Ну что, дети мои, мы перешли к классному моменту. Тушь. Все еще хочется потыкать себе в глаза. Тушь. Никогда эта тушь не была такой слившейся на моих ресницах, как сейчас. Потому что я просто ставлю кисточку и нервно пытаюсь накрасить. О, пробочка. Спасибо, что мы в Москве. Я бы сейчас на месте людей в автобусе тоже начала бы краситься от зимы. Не могу отстать от своих глаз, поэтому берем красненький карандашик Вайкон. Пользуемся ситуацией. Пробочка небольшая. И пытаемся прокрасить слизистую. Зачем, вы хотите, наверное, меня спросить? Я прокрашиваю оранжевым, огненным. Почти лососевым, можно сказать, карандашом. Слизистую. А это, чтобы отвлечь внимание от своих красных прибухнувших глаз. Больше всего я ненавижу, когда ты прокрасила слизистые, у тебя начинаются сопли и слизисты глаза. А нельзя. И чихать нельзя. Минуточку. Прости. Люди за меня рады. А я рада за себя. Румяна. Нам нужны румяна. Потому что румяна добавляют милого внешнего вида. Как будто бы вы немножко стесняетесь. А не как будто вы зарделись от того, что пьете. Но наносить румяна на солнце опасно, потому что не видно вообще, что вы наносите. Допустим. И после того, как мы это все нанесли, нужно немножко еще бронзера добавить. Типа я не тусуюсь, а здоровый человек, ведущий активный здоровый образ жизни. Но вообще мне нравится. Что скажете? Особенно для макияжа на ходу. И сейчас я подожду момента, когда мы поедем, потому что я хочу сверху зафиксировать макияж спреем для фиксации макияжа. И мне кажется, это будет эффектнее на ходу. Не факт, что что-то попадет на лицо, но как получится. Посмотрю пока вокруг. Что я вам могу сказать? Большей части людей настрать, что вы едете в кабриолете, пьете и краситесь. Вообще. Надо делать так чаще. Ну, погнали. Мамочки мои. Когда вы делаете это на ходу, то спрей падает туда, куда упал. Поэтому лучше потом пройтись спонжем и немножечко зафиксироваться. Внимательный зритель может спросить. Арина, ты же не сделала брови. Брови я сделала до того, как садиться в машину, потому что я не могу себе представить, как брови-то на ходу рисовать. Что я могу сказать? Макияж я закончила. Мне он нравится. Я собой горжусь. Поэтому сейчас я снова выпаду из кадра. Нет, не выпаду. Больше всего я жду ваши комментарии о том, как вам это видео, как вам этот макияж, хочется ли вам его повторить. Придете ли вы в Джекар и будете ли вы умолять Женю, чтобы он вас покатал, пока вы будете краситься. Будете ли вы упрашивать красивых мужчин, чтобы они снимали, как вы краситесь и бухаете сзади. Мне мой день определенно нравится, определенно. Ваше здоровье. Надеюсь, что подписчики будут расти. Знаете, что хорошо? Еще хорошо, когда у вас друзья свой. Еще хорошо, что у Джеффри Стар матовая помада. То есть вы можете есть. Вы можете, к примеру, сейчас красиво заехать за шаурмой. И помада никуда не денется. Лайфхак. Свотч Марк Джейкобс для вас. Лучшие бронзовые тени в моей жизни. Когда эта безумная идея родилась и как-то вдруг вот так вот начала реализовываться, то сначала я хотела делать макияжи в этих прекрасных машинах, вдохновленные макияжем тех лет. Но это пинап, это дрейпинг. И я поняла, что я не могу. Когда мы приехали смотреть машины, Физер, следующая машина, она такого цвета, что вы закачаетесь. И это мой любимый цвет. Помад. Ну так вот. Я поняла, что, ну, во-первых, вы все знаете, я не очень хорошо рисую стрелки. Будем честны друг с другом, ребят. Во-вторых, хочется какой-то разнузданности. И когда ребята сказали, что в этой машине снимали клип-вояж, я надеюсь, вы его видели, захотелось разнузданно и красиво начать снимать это видео и краситься, как бог на душу положит. Но красиво. Поэтому все ссылки будут внизу на Джекар. К примеру, в такой машине вы можете чудесно провести ваш свадебный день. Не на лимузине. Те, кто проводит свадьбы на лимузине, пожалуйста, отпишитесь от меня. Спасибо. Особенно лимузин Хаммер. Спасибо. Ну так вот, вы можете с кайфом провести свадьбу, день рождения. Вы можете прийти на всякие кастомные конвенции, о существовании которых я узнала недавно, но узнала. Там красивые мужчины с красивыми машинами ходят. Если вы грустные и одиноки, почитайте перед этим о том, какие бывают машины на этих конвенциях. Попробуйте блеснуть умом. Сиськами можно не блистать. Там много кто блистает сиськами до вас. Короче, аккаунт Джекара внизу. Не забывайте подписываться, ставить лайки. Я жду ваши комментарии на то, как вам этот формат видео. Как видно, мне прекрасно, потому что я села на гараж, на каблуках в платье. Я начала пить реквизит. Я еду в машине, я пью. К концу этой бутылки, мне кажется, я готова буду снять видео во всех машинах, которые есть у Джекар. Как вам макияж? Большое спасибо, что досмотрели до конца. Остаетесь со мной. Ну и я надеюсь, что эти форматы вам зайдут так же больше, как мне форматы на фоне черных обоев. Поэтому до завтра. Пока. Я все. Во всех смыслах. Пятой колонной можно, пожалуйста, пойти? Пятая колонна, я тебя называла. Также предлагаю придумать какой-нибудь восхитительный хэштег, чтобы ответить на вопрос, почему камера ведет себя как сучка.